Привет с моего камбуза! Я совершенно голодный, суперголодный. Сегодня совершу доброе дело и покажу вам, как я совершаю добрые дела. Как я их произвожу, как я их люблю. Открываем крышку. Вода... Ой, капля. Друзья, извините, это капля с крышки. Капля была горячая. Ну, не важно, я не обжегся, я цел здоров. Вот доброе дело, видите? Доброе дело. Так, сейчас я... Блин, я забыл. Друзья, ну мы берем ножик, маленький ножичек, протыкаем и делаем доброе дело, открывая эти вареники. Я признаюсь, вареники эти, капуста считается, но там очень много моей морковки. Вот я закладываю, они слиплись. Блин. О, я их разлепляю, друзья, потому что они... Ай-и-и. Значит так, все. Я высыпаю полностью в середину кастрюли. Поняли, друзья? В середину кастрюли. Не забывайте. Ну, вы скажете, ну чего-то там удивительного в этом, в том, что я засыпал в макитру вареники. Любой хохол это может, да и вообще не только хохол, любой житель на земле. Но я вам хочу сказать, друзья, надо, когда вы варите вареники и забросили, надо сразу мешать. Предлагаю вот деревянную ложечку, которую я купил недавно. Я... Она не обжигает руки, не прилипает к продуктам варенья. Друзья, вообще очень выгодная, друзья. Но соль мы будем засыпать, естественно, железной ложкой. Берем белую смерть, как всегда, и вот так вот, не жалея ничего, засыпаем. Засыпать надо в горячую воду. Я вам уже говорил, я повторяю еще раз, друзья, для того, чтобы вы зарубили себе на желудке. Друзья, соль, ложка, соль в холодной воде прилипает, и я болтаю, болтаю, пока отмою, ерунда получается. А в горячей бац, и ложка чистая. Итак, друзья, вы скажете, ничего обычного, что это за блюдо, вареники с капустой. Да я тоже думаю, чего особенного в варениках с капустой. Но особенность я вам предоставлю позже. Друзья, мои вареники уже всплыли, а это значит, что скоро они будут сварены или уварены, хрен его знает, но готовые. А пока вот они варятся, да, я решил вам показать свой фейс, поговорить с вами. Давайте поговорим. Вот, смотрите, это мой фейс. Видно мне? Видно. Итак, я с ней уже помылся, побрился. Сейчас нахряпаюсь вареников и чухну в город. Фотографировать, снимать. Но сейчас я, главное, вам хочу не об этом рассказать, а рассказать о вот этом добром деле. Друзья, доброе дело. 76 копеек, в смысле рублей стоит. Ну разве для меня, пенсионера, это накладно? Для людей моей касты, то бишь нищего первой гильдии бомжей России, это нормальное питание за 76 копеек. Вот. Кому, у кого денег мало, как у меня, прошу почаще есть вареники за 76 копеек. Если не верите, то их здесь 24 штуки. О, моя, для меня худенького, как раз нормально. Но главная суть-то, я сказал, будет позже показана. Я покажу сейчас, друзья. Вот, смотрите сюда. Вот это, я сначала, когда вот готовится, покладу их вот в эту макеточку. Вот, 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 вот. Макетра, как, ну нормальная макетра. Вот, сюда выкладу, а потом с доброй вот этим маслом. Представляете, вот оно какое продается. Это военным такое масло дают. А у меня есть связь с вояками, по старой доброй памяти. Подгоняют иногда. Упаковки такие. Они вот их, столько, столько, приклеенные друг к другу. А здесь, смотрите, обычное масло. Вот. Вот так вот, друзья. Это я туда. Но потом настанет главный момент. Я возьму вилку, предварительно немножко остудив вареники с капустой. Но там больше морковки, чем капусты. Поэтому они и вкусные. Вот. Я беру вот это. Смотрите, друзья. Вот это блюдо. Вот. Его кто-то по глупости называет аджигой. Какая-то аджига из помидор сделанная, черт побери. Это какая-то помидорщина. Помидорджига. Помидор, томат аджига. Но не аджига. Вот аджигу я помню. Первый раз я съел на службе. Это было в 1974 году. 1900 с чертом, году в прошлом веке. И я, друзья, значит, служил на Черноморском флоте. Привезли нас, когда с учебки на корабль. А молодой по флотской системе карась. Два года. Два года карась. Потому что раньше три года мы служили. Не как сейчас. Год, и он уже мариман в доску. Представляете? А раньше три года. Два года карась. Ну, то бишь, молодой. Потом все как положено. Ну, о, уже бурлить начинают наши вареники, друзья. Пусть я еще побурлят несколько минутов. Минутей. Часей. Заговорился. И вот, значит, у нас, естественно, мы... Я же служил и жил в Советском Союзе. Это было государство разных народов. Разных республик. Разных национальностей. На корабле служило людей почти со всех республик. Представляете? И вот был... Я как молодой должен был, значит... Меня определили в кубрик службы и команды. Ну, друзья, это долго рассказывать. На корабле мы делимся на боевые части. Но есть еще служба и команды. Тогда уходит медик, химик, ботсман, плотник. Но ботсман-мичман, плотник и так далее. Вот все, которые относятся к другим... Не к тем, кому надо. Не к тем, кому надо. Входят в службу и команды. И я у них накрывал. Потому что там все годы подобрались. По третьему году служили. И уже не положено приносить пищу с камбуза. Разливать и убирать. Представляете, мы до двух лет мы по сроку службы должны ботиковать. Меня назначили туда молодым. Именно был грузин Рауль. Я никогда не забуду никогда в жизни. Ему прислали посылку. А раньше слали посылку на службу. И вот, значит... Ой, друзья, уже закипает. Ну ладно, я быстро-быстро расскажу. Короче, пришла ему и аджига. Самое настоящее, грузинское. Я много грузинских блюд на службе, кстати, перепробовал. Потому что привозили грузины. Всякое, в хорошем смысле. Так вот, я когда они ели, а я-то после всех ел. Когда все поедят. А в службе-команде было 7 человек. Я восьмой. Вот. Значит, они смотрю, это самое, это с баночки. Такая маночка хорошенькая. И нам берут. Я думал, повидло. Они едят, намазывают на хлеб. Едят, все. А потом, значит, когда я сел, они по койкам разошлись. Кубрик небольшой. А был шурохимик у нас, приколист такой. Третьего служил. Баба, ты варенье, говорит, побольше ешь. Я налил себе борща, значит, и взял от души, намазал на хлеб, представляете, еще и ложкой. Друзья, это надо было видеть. Я до сих пор, меня муть передергивает. Вот это горечь. Эти грузины, умные люди, сейчас нехорошие, раньше говорили, во. Они, значит, смешивают все горькие вещи. И чесноки, и хреноки, и луки. О, чего только нет. Это самая горькая вещь, которая есть на свете. А вот это, вот это настоящее повидло. Ну ладно, друзья, я заболтался, теперь я буду сейчас винимать. Прошу понаблюдать за процессом выемки готовой продукции. Вот, видали, ложка с дырками. Дуршлаг называется, или друшлаг. Ну, короче, дурак. Я вот первое блюдо, потом беру вот это масло, скрываю. И вот таким образом, знаете, выдавливаю. Видите, оно падает. Это падает в урну с разной ерундой. И дальше, значит, друзья, вторая порция. Вы делайте все по инструкции, как я. Иначе у вас получится невкусно. Теперь помешайте. Масло, в смысле, помажьте вареники маслом. Немного помазали. Взяли еще. Сюда, бац. Теперь, друзья, еще чуть-чуть. И вот таким образом мы вытащили все вареники. Где, о, постреление. Он спрятался, сволочь, на дне. Так, мы поковыряем дно. Может, там что-нибудь прилипло. Блин. Надо поковырять. О, я выключаю печку. Пускай вода кипит дальше. А я, значит, вареники, вот, вареники, бац, маслом помазал, друзья. И потом, смотрите, я сейчас, черт побери, ну не могу, горячее еще. Я буду ждать, пока остынет. Друзья, у меня терпения нет. Вот, я показываю, как я буду их поглощать. Вот, наколол вареник. Замочил его сюда. Видите? И понес нежно, аккуратно в едальник. Друзья. Ладно, я покажу вам свой довольный фейс. Согласны посмотреть? И вы сами захотите поесть вареников. Они почему вкусные, я вам объясню. Потому что здесь морковки больше, чем капусты. Поняли? Это вареники с морковкой. На мой счастливый едальник. Замочил. Вот, смотрите. У меня влазит не от горечи. А от кислоты. Это аджига. Так называемая. Хотя это не аджига. Она страшно кислая. Представляете? Посмотрите на мой кислый фейс еще раз. Но, друзья, вкусно все равно. Потому что чуть-чуть горчинка есть. У меня счастье. Шары на лоб вводят. Короче, ешьте вареники для пенсионеров. Делайте доброе дело. И ешьте обязательно с аджигой по-приморски. Я буду так называть. Потому что, друзья, какая это аджига? Вот, посмотрите, вот, пожалуйста. Я сейчас... У меня оператора нет. Вот, посмотрите. Ну, что это такое? Это вот... Не, это не аджига, друзья. Это не... Не-не-не. Не-не-не. Я не берусь на себя смелости назвать ее аджигой настоящей. Я помню Рауля, я помню грузинскую кухню. Ладно, последний, третий раз. Третий вареник за тех, кто в море. Это я отчасти ржу. Спасибо. Я пошел доедать. Подписывайтесь на канал. Приходите и ешьте вареники с приморской аджигой. А по-русски хренью. Субтитры сделал DimaTorzok